новый влог привет друзья мои доброе утро по кофейку что хочу сказать девчонки я немножечко я немножко так сейчас я просто достаю лак это у меня новый маникюр хочу вам показать но у меня он немножко ободрался поэтому сейчас я его отреставрирую вот на самом неприличном пальце раньше был приличный палец а сейчас теперь это уже неприличный палец вот в общем на среднем пальчике его сейчас отреставрирую его уже подпилила сложился гармошечка и маникюр знаете на ночь я думаю ну ладно пущай сохнет так что хотела сказать какие у меня новости а новости вот какие ведь я чуть-чуть постриглась я все-таки постриглась вот не зря я как-то выставляла свое вступление в постриженном виде видимо уже где-то на подсознательном уровне я к этому готовилась хочется дать чего-то нового чего-то чего-то такого сантиметров 12 я убрала и сегодня сделала мальвинку и вчера я делала мальвинку в общем хожу с мальвинкой так где у меня где у меня покрытие чуть-чуть подсохну подождать или сразу вот так вот так все хочу слушайте я уже хочу к лиле пойти за журналами за каталогами айвен же я вам уже говорила в одном видео пойду пойду так и не пошла у меня все какие-то дела появляются то какие-то еще там в общем что-то мне все время мешает а сегодня вторник я могу к ней пойти вполне и не иду пока еще ну пока еще я вам скажу пол девятого утра да так вот мои новые маникюры вот разноцветные разноцветные видите что-то вдруг взбрыкнула я у нас осень началась у нас в этом году я вам так скажу рано осень началась долго продолжалось лето а потом резко началась осень резко похолодала потом чуть-чуть сейчас уже чуть-чуть потеплело и получилась нормальная осенняя погода но у нас бывает такая погода в октябре и то в октябре бывает еще теплее сейчас вот сколько сейчас где в мои часы сейчас двадцать пять минут девятого ну пол девятого грубо говоря да и 10 градусов но это как бы нормальная температура для осени ну иногда вообще зачастую у нас бывает по-другому вот но я говорила я очень рада вот некоторые мои знакомые грустят о том что а солнца не будет там чего-то там еще не будет солнце-то будет по-любому но есть и у нас его довольно много не знаю я я люблю прохладное время года но я вам это уже говорила уже наверно все уши прожужжала вот что еще хотела сказать что я хотела с вами попить кофе и сказать вам друзья по кофейку мне так получается что сначала у меня начинается там утром кофе и уже только в конце я снимаю что-то интересненькое там либо косметику либо парфюмерию либо чаще всего что происходит это украшение показываю туда хотя у меня они там и тут и тут и тут вчера разговаривала со своей знакомой приятельницы ее очень гнетет чувство и и очень гнетет чувство лишних вещей ощущение лишних вещей но у нее много лишних вещей и я ее в этом понимаю поскольку у нее было там некое заведение оно закрылось и там мебель еще что-то какие-то украшения интерьера и их жалко выбросить у меня тоже такое было когда я закрыла два бара три в общем сейчас у меня один и это самая и куда это все девать знаете мы все это свезли в гараж гараж потом тоже продали вот ну в общем вот эти вот знаете лишние вещи а я и говорю знаешь у каждого свое лишнее грубо говоря барахло дома лежит у меня девочки вот у меня ну вы знаете сумочки шарфики парфюмерия украшения вот это то что у меня ну просится куда-то но но с другой стороны вот сумочка с которой я хожу да оранжевая сумочка я вам показывала ее в прошлом видео она у меня лежала без действия года три в моих в шкафах да у меня все помещается в шкафы все лежала лежала потом я захотела ее поносить к тому же у меня пришла в ней годность одна вторая сумочка вот от эйвана меня темно-синяя сумочка у них ручки облазить начинают так сумочка в порядке ручка облазит вот еще одна сумочка тоже ручка начала облазить но я не могу ее носить естественно в таком неприличном виде и вот я подумала а не поносить ли мне тем более осень я вообще осенью люблю оранжевые сумочки оранжевые красные и вот я ее сейчас ношу с огромным удовольствием она лежала у меня несколько лет а сейчас она мне нравится да она недорогая совершенно но мне она нравится важно не то сколько она стоит а важно что она нравится мне важно то что она вписывается в мой гардероб но это я уже отвлеклась от темы да тема в принципе о лишних вещах вот лишние вещи это понятие такое знаете ли эфемерное какое-то вот ее мучает вопрос я ей говорю понимаешь это ой у каждой второй женщины даже наверное у большинства куча вещей которые которыми не пользуешься и жалко выбросить как весело и задорно советует интернет при выбросе хлама главное не начать его рассматривать это правда вот если ты начнешь рассматривать то все и это надо и то надо а знаете как лучше всего ну это конечно тоже такое гипотетический такой взгляд например ну если так решительно настроен да вызвал допустим бригаду грузчиков и пару человек там которые убирают дома да клинеров клинер менеджеров как это называется нынче и вот просто выбираешь то что ты возьмешь с собой если будешь переезжать на новую квартиру вот выбрать и переехать на новую квартиру на ну на какое-то время нет ну это я я конечно это глупости говорю никто так не делает потому что это большие расходы вот и ну большие расходы и хлопотно и все такое да ну а вообще вот так можно представить себе вот что я беру с собой когда я переезжаю в новую квартиру и вот выбираешь то что тебе необходимо то что тебе нужно то что действительно очень нужно и загружаешь причем в какой-то определенный контейнер куда все не поместится только самое такое то что тебе действительно нужно и переезжаешь в квартиру там живешь месячишка ну недельку пускай пока все из твоей квартиры вот эти вот клинер менеджеры и грузчики не вынесут вот они вынесли все что тебе ну все что там осталось и ты говоришь все остальное выносить и они вынесли ты возвращаешься в квартиру со своим барахлишком которое ты выбрала для себя необходимое и продолжаешь жить уже в более расчищенном пространстве ну как я вам выдала теорию теорию избавления от клама это моя идея ой по кофейку забыла девчонки девчонки вы ну думаю мальчикам вряд ли это было бы интересно вы меня как-то просили кукол своих показать покажу кукол но они у меня пока еще куда-то задвинуты ну куда я знаю ну в общем пока еще я за ними не соскучилась а вот мои любимые куклы это клоуны я всегда у меня на виду потому что я их очень люблю я просто обожаю клоунов которых я покупала мариночки как игрушки но сама я их люблю не меньше и посмотрите я показывала вам уже причем я показывала их уже не один раз но у меня так много видео что найти там что-то это сложно если само где-то выплывет у меня порядка двух тысяч видео вот ну мои любимые клоуны посмотрите еще раз они стоят на полочке я сейчас как раз протирала пыль там и вот да говорят типа не оглядывайся в прошлое там все без изменений не оглядывайся в прошлое живите в будущем я уже с моими любимыми подружками подписчицами уже говорила на эту тему и некоторые из них со мной согласны что да в прошлом если оно хорошее то оттуда черпаешь свои силы свое вдохновение свою радость я например вот я уже тоже говорила возвращаюсь в свое прошлое где мне 8-10 лет 8-10 лет максимум 12 вот наверное в то время я была сам чувствовала себя самой защищенной наверное так не знаю но я люблю именно то время вот в то время люблю возвращаться и в принципе во мне как говорят психологи что в каждом из нас живет ребенок так во мне живет ребенок вот от 8 до в среднем десятилетний ребенок вот так скажем от 8 до 12 выведем среднеарифметическое примерно 10-летний ребенок живет во мне да и клоуны которые которых я вам покажу да это конечно не из 10-летнего а это из более возраста когда уже появилась мариночка как я вам уже только что сказала я люблю повторяться и я тогда тоже была очень счастлива потому что я тоже однажды уже говорила это было время когда уже был любимый ребенок любимая семья и были живы родители и все родственники все родственники нашего армянского клана вот ну я говорю армянского не такой уж он и армянский наполовину армянский потому что дедушка у меня армянин да были живы мамочкины брат сестра ну бабушка дедушка в общем я очень любила свою семью я всех любила я выше безумно любила всех кто меня окружала я любила своих соседей я любила ских учителей я любила своих одноклассников и я любила своих родителей своих родственников в общем подружек не знаю у меня столько любви было вообще во мне не해�алось поэтому как то так а потом как то вот круг сужается сужается вот ну сейчас я очень люблю ну конечно же свою семью И люблю очень вас Потому что с вами я могу расслабиться С вами я могу болтать бесконечно И вам это не надоедает Меня это девчонки правда очень радует Так, ладно, возвращаемся к моим клоуном Итак, клоун Из моей взрослой счастливой жизни Из жизни в ГДР Когда были, как это, все еще живы Все еще живы, песня есть такая Это не повод для грусти Это повод для того, чтобы Возвращаться в свои счастливые дни Если вам грустно Вспомните что-то очень-очень радостное И вернитесь в то время В то событие, кому это приносит облегчение Моей знакомой это не приносит облегчение Оно на нее навевает грусть У каждого свое восприятие Так, ну ладно, оставим психологию Поехали Вот они, конечно освещение здесь неважное Прямо скажем ужасное Но это я отфильтрую, я сделаю дневной свет через фильтр Так, по кофейку, друзья Мы продолжаем наше Наша утренняя А что наше утреннее общение По кофейку Я кофе пью с удовольствием с утра Так Ну, самые мои любимые клоуны Это, конечно, вот этот Вот этот берлинский клоун Я вам говорила, которого я из Берлина привезла И я его совершенно недавно вам показывала Помимо того, что показывала еще Самый-самый любимый Вот этот Самый-самый Это Мариночке было где-то годика полтора Максимум два Ну, совсем маленькая она еще была И вот я привезла из Берлина Ей вот этого вот клоуна Ну, я и говорю Она буквально То ли в этот же день То ли на следующий Его приговорила Вот этот низ Она ему разбила Он перестал тарахтеть А потом со временем он еще и треснул Ну, через какое-то время Вот, и пришлось ставить баночку И баночку с бусинками Это уже современное мое Да что ж такое Изобретение И вот я вам говорила Он у меня вот такой Это клоун-неваляшка Он изначально был неваляшкой Я его обожаю, друзья Я его просто обожаю Теперь Из моего счастливого прошлого, да Говорят тоже Так И так Возвращаемся К моим любимым клоунам, да Вот он, мой любимый клоун Тоже ГДРовский Костюмчик на нем Вот этот вот в клеточку Родной Шапка уже не родная Я ее делала Блестяшка вот эта вот Воротничок и фартушек Тоже не родной Это я тоже делала Тапки родные, как вы поняли Тапки я сделать не могла им Вот У него ножки двигаются Просто он сидел Так Вот в таком сидячем Положении Я его и прихватила Да Вот такой хорошенький Хорошенький Красивенький Клоуняшечка Ну Мариночки Сколько было Тоже ж мы еще Мы Получается Жили в Германии С 81 По 80 По 80 Почти что Седьмой год В конце 86 Мы приехали В СССР Вот Значит так А почему так долго Потому что Я уже говорила Ой Нос зачесался Потому что У моего супруга Была огромная Рота Матобеспечения Никто не хотел Ее брать на себя Не могли найти замены Мы должны были уехать Ну все уже уехали Мы самые последние уехали Вот Так Вот это мой любимый клоун Вот это Моя лапушка Головоножки Которые тоже В то время Стояли у меня Где-то там На тумбочках И веселили Мой взор И вот этот Знаменитый Головоножка С которым Мариночка Которого Мариночка Взяла с собой В Берлин Ей было тогда Около 4 лет Мы с ней поехали В Берлин И она его искупала На Александр Плац В фонтане И у него Вот этот паричок Отвалился И по сей день Сколько лет прошло Смотрите Марихе 37 Тогда Ей было 3 годика Вот И считайте Вот и считайте Сколько лет прошло И паричок Почему-то Не потерялся И не то Чтобы я Как-то Сохранять Пыталась Этого Головоножку Сохранился Вот сохранился Забавно И вот как Мое платье В котором я Ездила К родителям Маришкиного Папы Когда они Со мной Знакомились Совершенно Ситцевое Совершенно Случайно Осталось Да Вот такие Раритеты Иногда Сохраняются И вот он Вот этот Головоножечко Вот у него Губки тут Еще красненькие Видите Немецкое Качество И вот Второй Головоножка Да Так я сказала Искупала И у него Паричок Отвалился И вот По сей день Ни паричок Не потерялся Ни он Не потерялся Валялся Он Где его Только не было Вот И вот Второй Головоножка С сиреневыми Волосами Вот такой Вот забавный Такая у него Голландская Борода Смешной Без усов Так И этого Люблю Но это уже Наш Клоун Это уже В Чите Покупала По-моему Вот А это уже Современные В смысле Это я В этих В секунде Покупала Этого клоуна И вот этого Клоуна Тоже Покупала В секунде Они шикарные Они шикарные Вот этот клоун Он тяжеленный Такой Он вообще Вот у него Центр тяжести Как говорил Сварит Петрович Голохвастов Центр тяжести Фигуры Тела Так вот У этого Центр тяжести Находится В ногах И вот Раз И все Смотрите Он становится Такой мощный Центр тяжести Так Гномик Гномик Появился Уже не помню Откуда Но откуда-то Он у меня Появился Но это уже Гномик Так сказать Нынешнего Времени Почему я Гномиков Люблю Потому что Гномики Являются Покровителями Знака Земли У меня еще Есть гномик И обычно Они у меня Вот у меня Один гномик Всегда стоит там Фотография Я и Маришка И там гномик Стоит Покровитель Знака Земли Знака Зодиака Земли Вы знаете Что к знакам Зодиака Земли Относится Козерог Телец И Дева А Мариночка У меня Дева Вот у нее Недавно был день рождения Я вам говорила 17 сентября Вот И в общем-то Гномики Тоже я гномиков Люблю Поскольку Они у меня Получается Оберегают Мариху Так Что еще Вам сказать Ну Все вроде По всем Прошлась Вроде По всем Эту Японочку Я не люблю Я ее просто Терпеть не могу Потому что Она у меня Ассоциируется С моим Бывшим Зятем Олегом Не знаю Почему она у меня С ним Ассоциируется Не знаю Но я ее терпеть Не могу Я ее сегодня Уже помыла Под душем Просто взяла И помыла Под душем Ничего ей не сделается Вот Она качественно Выполнена Вот Ну не знаю Может быть Что-нибудь Пройдет И изменится Не знаю Но я ее Не люблю Сразу скажу И кстати У меня еще одна Японка есть Сейчас я вам покажу Это Вы видите Тканевая Куколка Здесь она Каучуковая Вот Так Убился фокус Вот еще одна То ли японка То ли японец Похоже Что японец Почему-то Мне кажется Что это Мужчина Это была Лампа Это была Лампа Очень Неудобный Светильник Очень Неудобный Я вам покажу Сейчас Огромный И Неудобный Он Во-первых Вот тут Центр тяжести Фигуры Тела Центр тяжести Этого светильника Немножечко Не в том месте Находится Его бы сюда Поближе Переместить Вот И вот здесь Он совершенно Такой вот Плоский И слегка Наклоненный Хотя этот Светильник Покупала я Покупала его Еще В 98 Году Когда Открывала Свой бар Он у меня В баре стоял Как украшение И И светил Вот здесь Вот Ну Не люблю Я этот Светильник Не люблю Но он Такой Красивый И Вот так Он у меня И живет Как-то Так Посмотрим У меня Аж бывает Такой Что Не Люблю Посмотрите Посмотрите Как оно Полностью Все Все Переливается Вот это Ничего себе Ночь Так Ночь Каирская Видите Солнышко На него Падает Ну Где Солнышко Ты Где Сейчас Мы Это Солнышко Найдем Оно Еще В листве Прячется Оно Высоко Уже Не Поднимается Поднимается Ну Не Настолько Видите Как Видите Как Переливается Это Колечко Чудесное Супер Вообще Вот Браслет Коричневый Авантюриновый И вот Это Колечко И Друзья Для тех Кто Не Смотрел Предыдущее Видео И Не Слышал Что Я сказала Что Авантюрин Который Я Представляю В своих Видео Не Натуральный А это Всего Лишь Муранское Стекло С Какими То Блестящими Опилочками Металлическими Чтоб Вы Знали Это Не Натуральный Авантюрин Это Искусственно Созданный Но Очень Красивый Друзья Мой Осенний Интерьер Видите Уже Включаю Лампочки Разноцветные А там Я На экране В Польше Я в Польше Возле льва В которого Я просто Влюблена Это Огромный Бронзовый Лев Ну в общем На площади В Бытоме Шикарный Шикарный Лев Кстати Он из Берлина Приехал Там написано Берлин Или Ну да Приехал Из Берлина Когда В каком году И каким образом Я не знаю Но там написано Так Вот Осенний Вернее Букет осенних Листьев Вот Так Вот Камин И И Авантюриновое Колечко Которое Я вам только что Пыталась Показать На солнышке Ну раз уж Зашла речь Об Авантюрине Я вам Покажу Еще Кое-что Вот Еще Одно Колечко Из Авантюрина Но как Видите Они Это Вообще Тут Есть Авантюринки Но их так мало Что Они чуть-чуть Поблескивают Совершенно Немножко А здесь Вот много А здесь Вот их Вот такое Колечко Которое Очень слабо Переливается Из Из Каирских Ночей Вот Темно-темно Синий Авантюрин Да А вот Этот Авантюрин Который Супер Переливающийся А вот Серьги Тоже Каирская Ночь Ну Слабенькая Такая Каирская Ночь Знаете Чуть-чуть Поблескивают Но слабенько По сравнению С тем Колечком Вот Но тем не менее Все-таки Поблескивают Это Темно-темно Синий Авантюрин А Серьги Эти Не на шум Очень тяжелые Очень тяжелые Некомфортно Не хочу И еще одни Точно такие же Только с коричневым Авантюрином Покупала я их В порыве Шопоголизма Но тоже Тоже Естественно Не ношу Потому что Они абсолютно Одинаковые Абсолютно Одинаково Тяжелые Вот таких Две пары Авантюриновых Сережек Конечно Из них Можно сделать Там Подвесочку Но не вижу Смысла Лежат так Как памятник Моему Шопоголизму Заодно Хочу показать Вам Все что я вам Сейчас показываю Это не серебро Это все бижутерия Показываю тоже Бижутерия Колечко Но розовый кварц Натуральный Колечко Красивое Когда я его купила Я его с удовольствием Носила Очень долго Вот такое Красивое Кольцо Еще одно Кольцо С розовым кварцем Тоже простое Но из медных Я так понимаю Потому что Когда они вытираются Там красный металл Просвечивает Я так понимаю Что это Медные кольца Вот тоже Это розовый кварц Натуральный Вот такое Колечко И еще одно Колечко С розовым кварцем Более яркий Такой цвет Здесь Насыщенный Тоже Из простых Бижутерия Оно мне уже Маловато На этот Палец Вот Ну вот Надела Я не люблю Ничего Что мне Жмет Я не люблю Когда мне Что-то давит Когда на меня Кто-то давит Поэтому Вот такие вещи Я уже не ношу И вот Такое Колечко Это Кольцо Очень понравилось Сереже И он мне Его подарил Наверное Лет 5 Или 6 Назад Это Такой Варан Так сказать Потомок Динозавров Вот Такое Кольцо Все Буквально Усыпано Стразами Шикарное Кольцо Шикарное Кольцо Но Ношу я Его Крайне Редко Мне в нем Некомфортно Оно Слишком Громоздкое И Дело в том Что Если бы Оно Шло Сейчас Я его Попытаюсь Надеть Самостоятельно На этот Палец Если бы Оно Шло На указательный Палец Я бы Его Носила Я люблю На указательном Пальце А здесь Оно Очень красивое Но видите ли Оно мне Здесь Мешает Здесь Оно мне Мешает У меня Вот так Вот Пальцы Вростопырку Вот И Мне Это Ну В общем В общем Как-то Ну А Просто Красивое Красивое Ювелирное Изделие Несмотря На то Что Это Бижутерия Но Очень Хорошая Качественная Очень Красивая И уж Коль У нас Зашла Речь О динозавриках Я Вам Сейчас Покажу Пару Своих Динозавриков Родом Из 90 Вот Такие Серьги Всех Цветов У меня Были Матовые Мне Безумно Нравились У меня Были Такие Светло Зеленые Так Белые Сейчас Вам Покажу Только Другой Формы Вот Второй Динозаврик Тоже Родом Из 90 Видите Кругленький Белый Вот Это То Что У меня От Этих Динозавриков Осталось Всех Цветов Были Тогда Еще У меня Было Туговато С украшениями В 90 В конце 90 Ну Не Было Такой Возможности Покупать Потом Уже Она Появилась Вот Вот И У меня Были Как Я Уже Сказала Светло Зеленые У Меня Были Темно Синие У Меня Были Вот Такие Фиолетовые Ребят Какие Еще Красных Не Было Это 100% Розовые Были Розовые Были В общем У меня Их Было Очень Много Они Стоили Тогда Что-то По 5 Гривен По Моему И Я Их Накупила Чтобы К Разным Нарядам Менять Вот Ну А потом Уже Как это Появились Появилась Возможность Покупать Больше И В общем Ну В общем Так Да А на тот Момент Я была Счастлива И Кстати Очень Комфортные Сельки И Я бы И сейчас Их Носила Ну Не Ношу Потому Что Не Знаю Почему Вот Ну Хороши Хороши Их Сейчас Я Хотя Я И не Бываю В Таких Точках Где Торгуют Бижутерии Раньше Бывало А сейчас Вот Как-то Некогда Мне Так Друзья Сейчас Делаю Аутфит Друзья Насколько Это Возвращение Где Там Я Где Объектив Такая Кофточка Джинсики Сверху Будет Курточка Я К моим Девчонкам И вообще Выхожу В мир Буду Общаться 24 Сентября Сентябрь Уже У нас Вступил В свою Третью Декаду И уверенно По ней Шагает Скоро Октябрь Наш По-украински Октябрь Жовтый То есть Желтые Листья Вот У нас Еще зеленые Но в октябре Уже Пожелтеют Так что Скоро У нас Уже Жовтый Октябрь Забыла Как по-польски Что-то такое С пожаром Связанное Не помню Забыла Ну вылетела Из головы В принципе Не важно В общем Сегодня у нас Уже 24 Сентября Как я сказала И мои дорогие Спасибо Что смотрите Меня Кто не подписан Подписывайтесь Я буду Заканчивать Своё Затянувшееся Видео Всех Люблю Пишите Давайте Общаться А Ставьте лайки И не забывайте Заходить На канал Моей Мариши Ссылки Под видео Всем Пока Пока Субтитры Субтитры